Поэтому, если пилот один раз порвал оболочку и потом сам зашил, он больше рвать никогда не будет. Команда пилота Ивана Маевского из Екатеринбурга старается не пропустить ни одних соревнований в Кунгуре. Иван был счастлив, что в 2013 году городу впервые доверили проведение международных рейтинговых соревнований. Все удалось. Вот честно говоря, для меня Кунгур – это родной город. Вот. Уже настолько породнились с ним, что у нас с супругой здесь свадьба была. Французский пилот Ксавье Фор, однажды побывав в Кунгуре, сразу влюбился в него. Променял Париж с Эйфелевой башней на два гектара земли в одной из деревень Кунгурского района. Никто из пилотов, включая иностранцев, не высказал организаторам ярмарки ни одной претензии. Все мне нравится. Воздух, атмосфер, люди, друзья, блюда, музыка. И свободно, которое мы уже потеряли во Франции. Свободу потеряли? Да, да. Несмотря на мнение пилотов, председатель русского воздухоплавательного общества Станислав Федоров указал ряд причин, по которым фестиваль «Небесная ярмарка» не дотягивает до нужного уровня. Лично он недоволен инфраструктурой города, организацией соревнований, разочарован тем, что начальник службы безопасности не знает английского языка и что по итогам праздника устраивается не банкет, а фуршет. Перечислив все недостатки, Станислав Федоров почему-то не сказал, что Кунгур – единственный город в России, который бесплатно предоставляет участникам соревнований питание, проживание, заправляет баллоны воздушных шаров газом, оплачивает машины для перевозки оболочек аэростатов. И это еще не все. Только в Кунгуре все связано с воздушной тематикой. Есть и сквер воздухоплавателей, и музей покорителей неба. Пусть это не шедевры, но в тех же Великих Луках, Туле и Рязани, городах, называющих себя воздухоплавательными столицами, нет даже таких фишек. Самое, что обидно, то, что говорят, что у нас какие-то там военно-полевые условия, но никто не мешает пилотам, которые привыкли к комфорту, либо участникам мероприятий, которые привыкли к более комфортным условиям, за дополнительную плату питаться и проживать в каком-то другом, более комфортном месте. Кунгурские пилоты входят в состав сборной России. Являясь участниками всевозможных соревнований, они могут сравнить уровень организации. Так как у нас вид спорта молодой, у нас еще не все везде гладко, вот там, там, там нахватали всяких негативов. А на самом деле у нас мероприятие шло очень хорошо, значит, Кунгур. Нас японцы признали, немцы, ну, нормально все. Вернемся к блогеру Станиславу Федорову. Складывается мнение, что его оценка напрямую зависит от его настроения. Это он от Федерации воздухоплавания наблюдал за массовым перелетом аэростатов через границу Европы-Азии. Сейчас Станислав Федоров называет этот перелет позорным фарсом, хотя в момент праздника говорил обратное. Тоже видно, что абсолютное, так сказать, большинство невооруженных глазом и будет, так сказать, регистрировано национальное достижение под названием первый массовый перелет тепловых аэростатов через границу Европы и Азии. Местные пилоты пока не расстраиваются насчет отстранения Кунгура на два года от рейтинговых соревнований. Ведь администрация города пока не получала никаких официальных бумаг от Федерации воздухоплавания России. А значит, скандальную информацию можно считать не более чем слухом.